Мы 4 месяца находимся на ротационной диете. Самочувствие улучшилось? Улучшилось. Кожа улучшилась? Улучшилась. Какая беда была главная до ротационной диеты, вот когда мы к ней приступали? Беспокоили кожные высыпания. Где были кожные высыпания в основном? На лице. На лице были? Самый криминальный участок кожных проблем где был? Спина. Между лопатками? Верхний отдел, плечи, между лопатками, ключицы. На лице, носогубный треугольник. Теперь чистенькая девушка? На пути к совершенству. Ольга Ивановна, конечно, находит там какие-то криминальные участки. Будем смотреть сукотелок. Я сразу показала. Но однозначно именно кожная проблема победилась. На какой месяц ротационной диеты кожа стала успокаиваться? Ну, месяца два. Умничка, потому что сразу ничего не бывает. И дальше постепенно начала уходить. Когда приступили к ротационной диете, у вас казеин весь ушел? Весь. Глютен остался? Нет. Глютен? Все сразу убрала. Ну, вы оставили все-таки, что там подошло вам? Овес, сыно и гречка. А, подошло. Ну, тоже глютеновое. Это подошло. И это я, да, это я кушаю. Отлично. То есть вы не голодны во время прайм-теста? Нет, голода нет. Бывает, хочется сладенького. Но мы пока от этого воздерживаемся, да? Да. Хотя тростниковый сахар вам все-таки допущен. Компоты, да, с тростниковым сахаром. Отлично. То есть ягоды, фрукты спасает. Ну, конечно, все время хочется чего-то такого. То есть вот, милый друг, как получается? Казеин более вреден, нежели глютен. Вот в данном вашем случае получилось, да? Потому что, говорит, вы убираете сразу и казеин, и глютен. Но я говорю, надо сначала выяснить, что наиболее вредным для организма оказывается. Либо казеин, либо глютен. У вас молочные продукты в какой зоне? В красной. Все в красной зоне. Мы говорим, казеиновая, непереносимость в данном случае, да? А самый криминальный молочно-кислый продукт это или масло сливочное. Что у вас? Третья красная зона. Третья красная зона из молочного сыр. Сыр у вас такой криминальный оказался. Но не у всех, у некоторых сыр и в белой зоне бывает, да? Масло сливочное, а вторая красная? Да, по-моему. Ну, то есть можно будет его скоро начать добавлять. По мере улучшения состояния кожи. Но если на добавление сливочного масла мы получим опять высыпание на лице, соответственно, придется опять вернуться на ту диету, которая есть. Теперь меня интересует, что было сложным вот эти два месяца ротационной диеты? В виде каких проявлений убиралась слизь? У меня два месяца вообще прошли, честно говоря, хорошо. Я привыкала, мне даже было интересно, потому что новое меню, новые продукты. А вот на третий месяц я уже разобралась во всем. Желудок привык, живот привык, кишечник привык. Стал спокойным. Стал, ну да, спокойным. И на третий месяц мне уже захотелось чего-то такого эдакого. Уже захотелось и кофе с молоком, и шоколадку. Ну вот мы с вами будем теперь тестировать, да, вот четыре месяца прошло, теперь мы будем со второй красной зоны потихонечку добавлять продукты. Но все будем отсматривать на своей коже. Если мы восстановили состояние слизистых и убрали язвенный процесс на слизистых, значит уже добавление второй красной зоны не приведет возвращение симптоматики. А если опять что-то полезет, мы скажем, ну, остаемся вот здесь пока в ограничении, да. Что наиболее сложным? Сладкое хотелось, да? Шоколад больше всего хотелось поесть? Хотелось того, чего нельзя. Булочку хотелось. А, все-таки пшеница. А пшеница какая зона у вас? Четвертая. Четвертая. У меня тоже, кстати, пшеница четвертая зона. Это вот как раз говорит о непереносимости. Хотелось хлеба, буки, да, такого, печенья, вафли, вот такого. Что из овсяного вы смогли себе найти замена пшеницей? Овсяная каша и овсяные блинчики. Прекрасно. То есть на овсяной муке блинчики можно делать прекрасно? Ну, очень вкусно, да, получается. Склеиваются они, все спрашивают, что у нас склеятся ли они блинчики? Какой тут у вас секрет? Да, добавляем чуть-чуть крахмала, разрыхлителя, ну, без этого не получится. Соды чуть-чуть добавляем, да? Да, вот соды нет, сода не добавляла, крахмала, разрыхлителя. Значит, помним, какой крахмал, у нас крахмалы картофельные бывают, вам картошка допущена? Да, но не часто. Можем использовать, то есть мы немножечко можем использовать картофельного крахмала, рис вам допущен. Вторая красная зона. Значит, рисовый, в принципе, крахмал нужно, но здесь лучше воздержаться, да? И есть такое явление, называется тапиолковый крахмал, да? Вот, можем его как бы применять, тапиолковый крахмал. То есть вы справились без такого состояния стресса. Я всегда переживаю, что переход на диету, это, конечно, стресс. Не было стресса, наоборот, было интересно. Первые два месяца это было очень интересно. Нет, первые недели это было, конечно, что с этим делать, как это есть, потому что это непривычно. И когда-то привыкли с вкусняхи, а тут невкусняхи получались сначала. Но потом организм нормально реагирует, и самочувствие лучше. Кризисный третий был месяц, когда захотелось того, чего нельзя. Вот, и я чуть-чуть чего-то пробовала, и понимала, ой, шоколад попробовать, что-то невкусно, не идет. Ага, уже вкусовые ощущения у нас, получается, меняются. Вкусовые ощущения поменялись, и я съела шоколад, думаю, нет, это невкусный шоколад, думаю, а этот, а этот тоже невкусный. И я уже поняла, что не весь шоколад вкусный, и не все бы я съела, уже начинаешь тут копаться, придираться. Вот и дети говорят, наконец-то мы чувствуем яблоки, свеклу, морковку. И когда кушаешь фрукты и овощи натуральные, потом, когда что-то не очень, ты сразу ощущаешь, что, ой, это что-то не очень, или это испорчено, это как-то что-то не то. У нас слизистая языка, в которой содержатся все вкусовые рецепторы, если очищается от кандиды, дрожжевого грибка, потому что большинство мне все-таки показывает белый рот, то они начинают ощущать прелесть вкусов совершенно по-иному. Я этот прошла путь сама, пациенты мои проходят, вот я рада, что вы прошли к более тонкому вкусу. А когда более тонкий вкус и большого количества-то не надо, ты ощущаешь вот малым количеством, ты удовлетворение от пищи получаешь. Я рада за вас, рада за то, что мы получили результат. Так что мы можем рекомендовать нашим пациентам эту методику, если есть заболевание. Если проблем нет, пусть кушают, как хотят пока, да? Без питания не получится ничего. Особенно с кожными болезнями, согласитесь. Надо понимать то, что нельзя, и это исключить хотя бы на время. Чтобы восстановить слизистые. Чтобы восстановиться, да. А потом уже можно более разнообразно. До теста, до диеты я экспериментировала, мне советовали придерживаться такой-то диеты, такой-то диеты, но у меня этого было нехорошо. Я не знала, что есть. Я, конечно, люблю гладкие, лечить. Но это потому, что индивидуальный тест. Да, и когда ты понимаешь, что вот от этого надо отказаться, и видишь уже результат, да, он не сразу, он постепенно, пока организм привыкнет, это все видно, но не сразу. Надо ждать, сразу ничего не будет. Ну, будем здоровы! Да, взаимно. Отлично.